Здравствуйте! В студии программы «Наблюдатель» Фёкл Толстая. И сегодня речь в нашей студии пойдёт о премии имени Павла Михайловича Третьякова, премии благотворительного фонда, которая поддерживает уже много лет и в этом году 10 исполняется, музейщиков и вручает премию за верность профессии и многолетнее служение русскому искусству. Сегодня вечером в Третьяковской галереи будет вручаться 10-я юбилейная премия имени Павла Третьякова. Как вы понимаете, фонд, учреждённый этой премией, неразрывно связан с Третьяковской галереей. Я с удовольствием представляю вам людей, которые пришли сегодня к нам в студию поговорить и о фонде, и о премии, и о традициях Третьякова. Важно сказать в самом начале, что все наши гости работают в Третьяковской галереи. Начну я представление, наверное, с Елены Владимировны Бехтеевой. Здравствуйте, Елена Владимировна! Кроме того, что многолетний сотрудник Третьяковской галереи, научно-предсвидетельского отдела, но Елена Владимировна также председатель правления благотворительного фонда имени Павла Михайловича, в которой ключевыми людьми являются Елена Владимировна и её супруг Виктор Михайлович Бехтеев, а также Елена Владимировна главный редактор журнала «Русского искусства» и помощник председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Рядом с вами Татьяна Поликарпина Губанова. Здравствуйте, Татьяна Поликарпина! Здравствуйте! Заведующая отделом зарубежных выставок Государства Третьяковской галереи, или, как я прочитала, вас называют министром иностранных дел в Третьяковке многолетним, заслуженный работник культуры России и лауреат премии имени Павла Михайловича за прошлый год, за 2014 год. Я вот вижу, что у вас такой какой-то удивительной красоты вензель на пиджаке. Это, собственно, есть внешнее выражение премии, да? Это внешний атрибут нашей премии, который с большой любовью был придуман, и я думаю, если это будет интересно, потом Лидия Ивановна и Елена Владимировна расскажут. И мы все очень гордимся, одеваем по особо торжественным дням. Это вензель семьи Третьяковых. Это тот знак, который был выгравирован дочеремей на серебряном подносе, подаренном в год 25-летия супружеской жизни. И он соединяет букву Т, идущую от предков фамилии Третьяковой, супружеских имен Вера и Павел, и подаренных семьи. То есть вот эта, знаете, связь нескольких поколений семьи, они отразились в этом знаке. Вот это поколение семьи, а у вас это поколение, следующее поколение продолжателей дела Семьи Третьяковых. Конечно, конечно. И с удовольствием представляю Лидию Ивановну Иовлеву, заслуженного деятеля искусств России, действительного члена Российской академии художеств, многолетнего заместителя директора по научной работе и ныне помощника генерального директора по научной работе, лауреата премии Третьякова 2006 года, то есть первой премии Третьякова. И у вас тоже на лацкане этот замечательный, замечательный... Горжусь. Да-да-да, правда, у Татьяна Владимировна, он более такой, более свежий. Свежий, да. А этот уже благородный, кипяток и патинный. Да-да-да. Ну, это же для музейщика, это же еще лучше. Да, и Лидия Ивановна любезно разрешила нам сказать, что сейчас Лидия Ивановна старейший сотрудник Третьяковской галереи, проработавший в... Почти 60 лет. 60 лет. В августе наступающего года будет 60 лет. Невероятно, невероятно. Бог даст, то живем. И отметим это, да. Я хотела первый вопрос задать как раз в связи с тем, что будет происходить сегодня вечером. Сегодня вечером будут вручены, еще раз повторю, премии имени Павла Михайловича Третьякова за верность профессии многолетнего служения русскому искусству. Мы не будем говорить, хотя, наверное, руководитель благотворительного фонда знает фамилии вечерних лауреатов, но мы еще не знаем. Можно ему сказать, каковы и для вас лауреатов, каковы критерии, вот что, каким нужно быть музейщиком, чтобы получить эту премию? И в чем важность награждения сотрудников? Вот важность награждения сотрудников состоит в том, что это имя, эта премия, которая связана с именем Третьякова, она, в общем, это имя священно для сотрудников. Что такое вообще Третьяковская галерея? Вот каждый работающий в ней осознает, что это не просто учреждение культуры, а это музей, созданный Павлом Михайловичем Третьяковым. Это дом, где жила его семья. Несколько поколений которых разделяли вообще вот такую одержимость Третьякова к искусствам и с пониманием относились к его большим тратам на общественное благо, на просвещение нации. Понимаете, поэтому для Третьяковца, у нас даже такой замечательный термин есть, да? Третьяковец. Третьяковцы этим словом уже награждаются, да, пусть осна, но награждаются те, кто действительно предан музею. А не быть преданным музею нельзя, если ты проработал в нем, ну, я вот после пяти лет кто остается, мне кажется, это уже на всю жизнь. Много достойных людей, опытных, знающих, квалифицированных, но надо выбрать двоих. Ну, вот теперь уже там 20 с лишним человек получили награды. И тем не менее, все-таки отбирается каждый раз по разным критериям, но все-таки главное – это честность, добросовестность в работе, это знание. Честность, добросовестность – это в трудовом договоре записано. Это записано вообще не годится. Нужны какие-то все-таки экстраординарные долгослужения. Нет, это преданность одному музею. Хочу добавить, что непреданность не в таком смысле, как, знаете, записано действительно там где-то в кодексе, да, а это все-таки еще и опыт. Вот для меня, проработавший так долго в галерее, прошедший почти все, так сказать, стадии работы, научной работы, и экскурс-бюро, и лекции, младший, старший, заведующий, заместитель, и все что угодно. Даже год после смерти Королева выполняла обязанности директора, но очень хорошо, скоро поняла, что это не для меня все-таки. Это особый жанр, особая работа и особая специфика. И тем не менее, речь идет не об этом, а о том, что выбираются все-таки люди действительно опытные, знающие. Ведь добросовестность отношения к работе может быть разной. Может быть, достаточно равнодушный, но честный, добросовестный, но честный. А может быть, с полной отдачей, и честный, и добросовестный, и с полной отдачей. Вот что очень важно в музее. Музейщик – это особый род. Мы всегда говорим, музейщик – это… Я как свежеспеченный музейщик, я всего пару лет работаю в музее. Я с вниманием вас слушаю и, конечно, не решаюсь с вами спорить, но хочу я к Татьяне Поликарфе обратиться. Разве вообще бывают в музее люди с холодным носом, то, что называется, равнодушные? Нет, нет, как правило, нет. Но хочу сказать, что приходят-то разные, приходят люди разные. И только те, кто не уходит в первые годы, становятся настоящим музейщиком. А почему они не уходят? Что держит людей в музее? Атмосфера музея. Кроме гигантских зарплат. Коллеги, да, да, да. Это уже отдельный, да. Один же разработчик, одобритчивый язык, это зарплата музейщиков, конечно. Хотя раньше она выросла. Вот именно, именно, если человек не обращает на это внимания, а его привлекает что-то одно, это может быть хранительская работа, исследовательская работа, экспортная работа. Выставочная. С перспективой, что человек изучит так, что сможет чувствовать руку мастера и стать прекрасным экспортом в будущем, конечно, не в ближайшие там несколько лет, когда они приходят. Выставочная работа, придумывать проекты. Это же очень творческая работа. А еще самое важное, если люди любят материал, в котором они живут, в котором они учились, они видели все это в картинках, они приходили, конечно, в музей смотрели, любовались, исследовали. Но когда на столе лежит полотно Шагала, Малевича, Ревина, вот сейчас Серова великолепная выставка, которую у нас открыл, это совершенно другое. И вот если человек почувствовал, что это его трогает, что у него мурашки начинают мурашиться, вот тогда он и станет обязательно настоящим музейщиком. И я хочу сказать, что молодежь приходит, и у нас очень хорошая молодежь в разных отделах абсолютно, но кто-то входит в эту музейную жизнь сразу, безоговорочно, а кто-то потом со временем понимает, что это не его и уходит. И мы на таких, в общем, не обижаемся, мы понимаем, что кому-то хочется быстро зарабатывать деньги, кому-то хочется собирать коллекцию в банках, например. И это тоже, так сказать, престижно для него будет. Это тоже правильно, что в банках собирают коллекции. Конечно, безусловно, или работать в каком-то частном коллекционере, описывать коллекцию. Но я хочу сказать, что очень важно, что вот этот вот первый пропуск в Третьяковскую галерею и штамп, так сказать, бывшего или настоящего работника Третьяковской галереи, он очень и очень важен и серьезен для людей, которые и ушли, работали и ушли от нас, или наоборот, еще, так сказать, будут работать всю жизнь, ну, как мы уже, куда же нам делать. И нужно сказать, даже ушедшие часто приходят на какие-то наши мероприятия, и многие из них, ну, как-то выражают, ну, не то чтобы сожаление о том, что они поменяли. Вспоминают с радостью года, проведенных в Третьяковской. Совершенно верно. Вы знаете, лауреат премии Ольга Альсана Алинова, покойная на ней, к величайшему сожалению, она сказала замечательную вещь. Отвечая вот примерно на такой же вопрос, она сказала, что есть магия произведения искусства в музее, которая оказывает воздействие на людей в нем работающих. Я, и по ее убеждению, мы его вполне разделяем, это процент культурных, интеллигентных людей в музее, простят меня, другие учреждения выше, чем где бы то ни было. Да, да, я, между прочим, и работающих, и приходящих, потому что, конечно, я, как любой советский человек, терпеть не могу очереди. Одну очередь я очень люблю и с удовольствием стою. Это очередь в музее. Вот бывает в Третьяковке и в Пушкинске, это две основные очереди, в которых так приятно стоять. Я хотела спросить, попросить вас, мы продолжаем держать в секрете лауреатов, которые в этом сегодня вечером получат премию Третьякова, но не могли бы вы рассказать о лауреатах премии, и тем самым мой вопрос о том, какими качествами должен обладать лауреат, он в таком конкретном рассказе тоже будет открыт. Может быть, обо всех мы не успеем, 30 или почти трех десятков, но о ком-то, может быть, вы начнете. Да, просто вот эта брошюра, она имела цель рассказать, как бы представить какой-то один из эпизодов жизни сотрудника Третьяковской галереи, за которым, получается, стоит не только его история, а что-то очень значительное, связанное с самим музеем. То есть через людей в галереи, да? Вот я это сразу слышу, да. И вот, в частности, Витольф Михайлович Петюшенко, он рассказал здесь замечательную историю о том, как когда-то... Он уже на пенсии сейчас, и не очень здоров. Да, как когда-то в Англии коллекционер Исаак Эткин сообщил Третьяковскую галерею о своем желании передать в музей несколько графических работ Добужинского и Гончаровой. Витольф Михайлович отправился в эту командировку, и в процессе, значит, сложился такой человеческий какой-то контакт, взаимопонимание, что этот коллекционер, он русский эмигрант, он сказал ему, вот предусмотрено вам восемь работ, но если вы отгадаете прочитанное на английском языке стихотворение Пушкина, отгадаете, что это за произведение, вы получите еще работы, которые лежат вот с этой стороны. И он английского языка не знал, не владел одним. Вы представляете, ну ему так хотелось привести для Третьяковской галереи больше, чем ожидала дирекция, что он уловил по ритму, что это было стихотворение Бесы, приведя в совершеннейший восторг самого коллекционера и получив в полном объеме... Это разговор о том, какими путями иногда неожиданно попадают коллекции в музеи. Вот это добросовестность, вы знаете, другого сорта. Понять язык, который никогда не знал ради коллекции. Может быть, еще кого-то из лауреатов? Я хотела сказать, конечно, о нашем совместном... Мы все участвовали в приобретении редчайшего полотна Карла Брюлова, который обнаружила Елена Владимировна со своим супругом, находясь... Это очень долгая история. Долгая, да. Татьяна Поликарповна, как министра иностранных дел, все это оформляла и вела все... А вы нашли неизвестного Брюлова. Да, неизвестного Брюлова. У нас была в это время готовилась выставка Брюлова на Крымском валу, она тоже была. Она уже началась. Да, и Елена Владимировна, как научный сотрудник, она готовила статьи там и так далее. А ведь каждая выставка – это всегда обработка литературы, поиски вещей и так далее. Она обнаружила, что в литературе упоминается, а это все мы знали, что Брюлов лечился на Мадейре. И что там он написал две работы. Одна работа портретная, она известна, она, по-моему, в Русском музее. Не помню, где сейчас, но неважно. А вторая неизвестна где. А вторая неизвестна где, пейзаж. Нет, нам было известно о 13 работах Брюлова, и некоторые из них есть в Третьяковской галерее. И в экспозиции висит портрет Багратион, дивный княгиня Багратион, овальный портрет. И много акварелей в собрании музея. Но, скажем, о существовании этого пейзажа вообще ничего известно не было. Но была акварель. Акварель была в собрании Русского музея пейзаж на русской модели. Просто по этой акварели я отправилась в поездку, в отпуск свой очередной. И по этой акварели, посещая музеи, местные антикварные лавки, я показывала эту акварель и спрашивала, кто-то что-то знает, что здесь изображено. Может быть, как-то это, может быть, где-то Брюлов останавливался. Здесь, прошу прощения, здесь надо сделать ремарку для наших зрителей, что это спустя полтораста лет, да, после того... Да, 150 лет с дня создания произведения. Полтораста лет с того момента, как он писал. И в одной из антикварных лавок какой-то старичок... Нет, случилось по-другому. Случилось, что опять спасли музейщики. Директор одного из них сказал... Я сказала, что это не специальность, а национальность. Да, Лидия Ивановна, очень правильно. Он просто дал адрес, где он когда-то видел, по-моему, там была работа Брюлова. И когда мы пришли туда, мы какого ожидаем Брюлова? Портретиста, исторического живописца, мастера итальянского жанра. И поэтому, когда ты входишь, ты понимаешь, что Брюлова... Куда вы вошли? В маленькую галерею? Нет, это была частная квартира. Частная квартира? Это была частная квартира. Отец этого семейства, уже ушедший в мир иной к тому времени, он был коллекционером и врачом, которому благодарные пациенты дарили... Ах, вот как... Понимаете, вот такого рода они ему делали подножение. И таким образом у него оказался пейзаж Брюлова, который когда-то Брюлов оставил своему лечащему врачу и уезжая с Мадеры. А ты сейчас этот пейзаж? В Третьяковской клее. Это просто детективная история. Она в свое время была очень широко освещена. И вот с этой историей исчезла как раз и Ольга Александровна, один из наших прекрасных сотрудников Увы, уже нет ее с нами. И мой скромный труд, и Елена Владимировна, конечно. Поэтому очень трудно сказать, вот за что тот или иной сотрудник как бы выбирается и получает. Я всегда говорю, что все вот мои коллеги, с которыми я проработала 40 лет в галерее, все они достойны, безусловно. Но у каждого есть вот свой кусочек вот Третьяковской жизни, такой вот какой-то сюрприз, что ли, который происходит с ними. И каждый может это рассказать. Кто-то, реставраторы наши великолепные, неожиданно реставрируют, могут открыть совершенно неожиданно какой-то слой живописный или графический. Мне так нравится, простите, что прямо, мне так нравится, что сейчас на выставках в Третьяковке показывают вот эти миксеры, как это называется, рентгены. Рентгены, когда ты можешь видеть, что под тем слоем, который сейчас доступен, что-то вообще совершенно нравится. Но это уже вот такая экспортная исследовательская работа. Но она для посетителей, для обычных зрителей очень интересная. Очень интересно, конечно. Поэтому вот я смотрю, вот даже не знаешь, о ком рассказать. У всех вот есть такая своя история. Я открыла, потому что... Потому что опять связано с Третьяковской галерей. Потому что даже иногородние лауреаты... Вот я хотела о них, потому что это справедливо. Когда Елена Владимировна с Виктором Михайловичем решили немножечко раздвинуть рамки лауреатов премии, потому что они совершенно были правы. Дело в том, что мы очень тесно работаем с региональными музеями, или как мы их раньше называли, не очень так-то провинциальными. И мы очень часто берем них вещи для того, чтобы отправились на выставки вместе с работами Третьяковской галереи. Они бывают счастливы, потому что таким образом мы продвигаем их коллекции. Мало кто знает... Есть, конечно, коллекции, которые великолепно известны. Например, Екатеринбургский музей, у них блестящая коллекция авангарда. И наши зарубежные партнеры это прекрасно знают. И они могут... Что? Я не знала этого. Надо лететь в Екатеринбург. Да, да, да. И это просто как один такой пример. В Туле тут недалеко прекрасные вещи есть. И Малевича, и Шагала, и Кандинского. Да, представьте себе. И мы очень часто берем... А я в Яснополяну в Яснополяну. Не, не, не. Надо останавливаться в Туле. Вот мы тут чуть-чуть в сторону. Вот сейчас у них там преобразование. Я знаю, у них теперь такой... Был отдельно раньше музей, Тульский музей. Сейчас он входит в состав Кремля. Там интересно очень тоже у них всякие преобразования. И они бывают всегда счастливы. Особенно тогда, вот когда мы это начинали. Начинали мы это все в 90-е годы. Большие секрасные. Вот когда мы делали большие экспозиции, за рубежом открывали для иностранцев. Ну, прежде всего, конечно, русский авангард. Они все прекрасно знали, но никто не видел, что у нас там в запасниках есть. И, наконец-то, вот первая выставка Кандинского в Германии. Потом Шагала по всей Европе. Потом Америка. То есть открытие русского авангарда. И все вот эти музеи, многие, к сожалению, не очень многие, но так получается, из которых директора стали, или сотрудники стали лауреатами, они давали нам свои вещи. И были счастливы. Во-первых, потому что они могли показать. И после этого их стали звать. Их стали предложать. Их стали приглашать на эти выставки. Наши реставраторы, они говорят, вот у нас есть, нам кажется, что уже так неудобно посылать в таком виде. И все наши реставраторы или ездили, они привозили сюда. И началась вот такая очень тесная работа в Третьяковской галереи с музеями. Она всегда была. Но вот на фоне зарубежной работы, выставочной, 90-х годов, она стала очень активной. И это очень здорово, что фонд решил включить к нам, в наш коллектив, так сказать, лауреатов или будущих лауреатов, представителей музея. Нижнего Тагила. Марина Владимировна Агеева, например. Она была, Татьяна Галикарповна, а можно я добавлю? Да, добавлю. Потому что, казалось бы, региональный лауреат. Но ее музей, как оказалось, хотя когда мы выбирали ее, мы выбирали ее по другим заслугам. Но потом, как оказалось, она была первым участником вот этого грандиозного проекта Третьяковской галереи «Золотая карта России». Их музей Нижний Тагильский в 99-м году по существу открывал этот проект. Да, да, был один из первых, совершенно верно, если не первых. Совпадения, да? Или вот, например, Лидия Сергеевна Медведева, она заместитель директора по науке Оренбургского областного музея. Вы не представляете, как она выступала, когда получала премию Фекла. Это было что-то потрясающее. Мы вначале думали, ну когда же она остановится, ну когда же она остановится. А потом мы вдруг все завороженно слушали об истории музея. Мы столько узнали, как она собирала коллекцию, сколько ей всего пришлось пройти. И вот, когда слушаешь таких людей, ты понимаешь, вообще, что такое настоящий музейчик. Вот так словами, вот что такое, ну добросовестный, ну все добросовестные, все хорошо, все стараются. Но вот такая вот совершенно потрясающая и абсолютно все поглощающая любовь именно вот к делу, которому ты служишь. То есть к тому музею, где ты живешь и где... Несмотря ни на что, никакие у них были тяжелые времена, если уж в Москве-то были, и в Питере были тяжелые времена, у музейщиков все мы это проходили, и знали, у них так вообще не были. Ну, они остались, они остались. Я просто хочу добавить, ведь иногда бывает выбор, вот мы все время возвращаемся к теме, как выбрать, правда, очень трудно. Вот мы устраивали выставку Левитана. А где Левитан бывал, и какой музей больше всего связан с Левитаном? Подождите, дайте я отгадаю, где Левитан бывал, ну в Плёсе. Ну, тут, а уже сразу, да. Вот мы и угадали. Первое, что приходит на Левитан. Бывает он во многих местах, но живал, и как бы связано его творчество, может быть, больше, чем с какими-то другими... Ну, Подмосковье не берем, все-таки Плёс. Вот, и когда была кандидатура сотрудника музея Плёса, Ольга Викторовна Насеткина, да. То это тоже был выбор именно определенный, и они с нами всегда очень дружно работают. Над выставками, над какими-то ведь... Нет никакого разногласия. Не дам, не выдам, знаете, это скорее такое столичное даже какое-то мое... Это вы говорите, не дам, не выдали, да? Нет, 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 мы говорим, не возьмем, это скорее. Да, это как-то вы выдали немножечко столичное мыло. Это правда, это правда. Они очень как-то радостно хотят сотрудничать, и мы самим это очень нужно. Конечно, я очень это понимаю. Но и нам это нужно, и нам полезно. Это вообще, мне кажется, что история музейная, которую я примерно себе представляю в 20 веке, когда очень причудливо судьбы произведения искусства складывались, когда их посылали по, как называлось это, не музейный фонд? Перераспределяли по самым разным... Как? На выселки. Да нет, это называлось это организация. Нет, это не знаю, как. Перераспределение музейного фонда. И вот сейчас, конечно, эту карту русского искусства, которая очень причудлива по нашей стране, даже и по бывшему Советскому Союзу, конечно, очень интересно собирать и соединять. Вы знаете, я о чем еще хотела вас спросить? Раз уж мы говорим о премии и благодарительном фонде именно имени Павла Михайловича Третьякова, я хотела несколько минут уделить самой этой личности, Павлу Михайловичу. Но не так, чтобы попросить вас вообще о нем рассказать, а вот какие традиции, что ли, Третьяковские, вот до сих пор в вашем музее есть? Ведь недаром вы начали говорить, что это все начиналось как семейное очень дело. Собственный дом, вот брат с братом соединили свои коллекции, передали и так далее, дети продолжали это. Вот что из таких Третьяковских заветов, я бы сказала, до сих пор важно для людей, работающих в крупнейшей галерее русского искусства? Пока не слышат Петербургский русский музей. Я хотела бы сказать вот что. Конечно, много времени прошло с тех пор, как скончался Павел Михайлович в 1898 году. А для музейщиков не так много, всего лишь 120. Для России все-таки много, довольно. И для Третьяковской галереи. Но вы же помните людей, которые работали в Третьяковке, когда вы пришли, молодой, при Третьяковке, конечно. Они уже не застали Третьяковку, конечно. Лидия Ивановна, самое главное событие, Лидия Ивановна тоже рассказывала здесь. Ведь Лидия Ивановна пришла и практически в очень скором времени хранили. Дело все в том, что я молодой сотрудник, пришедший в Третьяковку. Ну, правда, у меня уже был некоторый опыт работы музейной. В Пермском два года я работала после университета. Но потом вышла за руж и переехала сюда, в Москву. И на семейном совете было решено, что куда идти. Мы на Софийской набережной жили. Через большой каменный мост. Это попадешь, тогда уже он работал, в Сталинские подарки были закрыты. Музей изобразительных искусств. Я в Перми уже заведовала фондом зарубежного искусства. Поэтому либо пойти через Малый каменный мост, чтобы попасть в Третьяковскую галерею. Мы шутили, смеялись по этому поводу. Но все-таки по здравому размышлению я поняла, что мне ближе все-таки Третьяковская галерея. И я направила свои стопы именно туда. И благополучно было принято сразу же практически. Ну, в экскурс-бюро. Других мест не было. Но потом через... И прошло буквально... Ну, были декретные отпуски, естественно, у молодых это всегда так. И потом я пришла в галерею, уже вернувшись из короткого декретного отпуска, как раз на панихиду по дочери Павла Михайловича Третьякова, Александры Павловны Боткиной. Я очень хорошо... Которая написала книгу. Совершенно верно. Да, и вы переиздавали эту книгу. Да, совершенно верно. Это мы сейчас переиздаем в другой дочери. Верой Зелочи. Это второй, да. Александра Павловна. Я очень хорошо помню это. Потому что день был осенний, но тем не менее осенний или весенний... Она работала в Третьяковке? Она была членом совета. Она была членом совета. Она была членом совета. Она просто была дочерью. Это я понимаю, но... И поэтому ее чтили. Нет, ну после смерти Павла Михайловича Лидия Ивановна, она же вошла в первый совет Третьяковской галереи. Это другое дело. Это она не в Третьяковской галереи нынешней. Она работала как член попечительского совета. Так называлось это. После смерти. Третьякова была... Московская дума учредила, что управлять музеем будет совет. И в него должны войти художник, коллекционер, представитель семьи. Ну может быть даже два коллекционера. И представитель земства. Не земства, а думы. Тогдашние думы. И была вот семейным советом назначена Александра Павловна. И она там вместе с Серовым, вместе с Острауховым, они очень так лихо управляли. И были передовиками. И до 1913 года. Но уже к этому времени Александра Павловна... У нее скончался ее муж Сергей Сергеевич Боткин, тоже доктор. Сын знаменитого доктора, это любимый зять Третьякова. Это знаменитая фамилия Боткина и так далее. Ты сейчас видишь. И так вот, и она была более всех ближе к отцу. Она была более заинтересована его делами. Другие дочери, их было четыре, они как-то были заняты больше другими делами. И тем не менее, после смерти Сергея Сергеевича, и потом после смерти Серова, после ухода Остраухова, Александра Павловна мало принимала в делах. Тогда была избрана в совет Вера Павловна, Зелоти. Но когда началась революция, потом национализация Вера Павловна, своим мужем-музыкантом, знаменитым, известным композитором, они эмигрировали, жили в Германии, во Франции и в Америке потом. Но Александра Павловна оставалась здесь. И вот очень интересно проследить вот эти корни. Александра Павловна была... Ну, я ее живой не видела. Я не могу сказать, чтобы я ее видела. Я не видела. Но у нее было две дочери, но особенно одна знаменитая. Шуренька тоже. Это Шуренька Хохлова, знаменитая актриса имово кино. Потом жена Кулешова. Вот ее я видела. Но это уже правнуки, да? Это уже... Или даже нет, внуки. И по этой линии пошли по-другому. Внуки, внуки. И сейчас жива так праправнучка, ну, как вы примерно, к Толстому. Да, это живет Екатерина Сергеевна Хохлова. Она праправнучка, я не помню, два или три раза праправнучка. Праправнучка – это внучка внука. Или внучка внука. Да, праправнучка внука. Так что, а у нее сын, и еще особенное энное количество, не помню, сколько, трое или четверо ее внуков. И тоже она их справедливо приводит в Третьяковскую галерею. Вот одна из традиций все-таки, которую нельзя прерывать, так как не прерывают. Я не сравниваю Третьякова с Толстым, и там мировое значение разное, но тем не менее. Вы все собираетесь, да? Да. И вас там по всему миру, к сожалению, у Третьякова остались вот хохлова только. Американские, они далеки очень от искусства. Это грустно, да. И мало этим занимаются. Мы их нашли, они приезжали. Ага, но все-таки приезжали. Они приезжали, мы их нашли. Они приезжали, когда мы отмечали 150 лет Третьяковской галереи. Мы их нашли, это была долгая тоже у нас история. И мы с таким трепетом приехало, три человека, Александр приехало, и две его сестры. Вот, Александр Зелотипа привез и подарил нам небольшой эскиз, который остался в сурье, привезенный каким-то чудом, вывезенный уж, я не знаю, прабабушками Рябушинского. Он у нас теперь в коллекции как дар от потомка Павла Михайловича Третьякова. А две другие прапраплемянники, уже они такие, они, к сожалению, абсолютно далеки. Они даже не знали, кто такой Павел Михайлович Третьяков. Они не понимали, куда они приехали. Они не понимали, почему мы их сажаем в красное и золотые кресла. И почему такое им внимание. И вот это наше москутство. Но уезжали они с другим чувством? Да, 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 они уже не переписывались. Они даже приезжали. Более того. Я вернусь к ночам разговора. Вот, вы знаете, так случилось, что действительно вот это мое появление в галерее совпало в значительной степени, не точно год в год, совпало с похоронами дочери, ну не внучки, а дочери Павла Михайловича. Такой очень активной участницей в судьбе, в истории Третьяковской галереи. Я это очень хорошо помню. Конечно, я была просто свидетелью, не участник даже, а просто посмотревшей на все это. Но я помню, что это и меня поразило и тогда. Вот эта потрясающая связь времен. Потому что, ну, мои старшие товарищи, коллеги, да, которых я застала, их было очень много, они пришли все в галерею примерно в 24-й, 25-й, где-то вот там около 30-го. Я их могу назвать переменно, но это не сейчас, наверное. Так вот, они, конечно, больше даже общались с Александрой Павловной. Но мы-то, мое поколение, уже этого не застало. Но все-таки вот эта связь времен, она существует и непрекрасивая. Да, вот поскольку у меня открыта эта книга, которая будет сегодня на вечере подарена всем гостям, в первую очередь лауреатам, то вот, продолжая разговор о потомках Третьякова, одна из наших лауреатов, ученый-секретарь Третьяковской галереи Татьяна Витальевна Евденкова, она самой примечательной истории рассказала как раз ту, которая связана с приезжавшими в 2006 году потомками Третьякова. Так вот, эта Грейс Зелоти, пра-пра-пра-внучатая племянница, она под впечатлением того, что она увидела в Третьяковской галереи, впервые взяла в руки карандаш, краски и изобразила самые впечатлившие ее произведения нашей художественной коллекции. И прислала вот Татьяне это подарок. Но это были прежде всего иконы, Троица спас нерукотворные. Ну, понимаете, то есть Третьяковская галерея... Она вообще владелец раньше, даже не владелец, она такой ковбой. Правда? Нет, смысл состоит в том, что Третьяковская галерея – это место какой-то необыкновенной, необыкновенной, волшебной силы, которая оказывает вот подобное воздействие на людей. Приехала она одним человеком, уезжала она в другую. Ну, знаете, это еще вот почему, мне кажется, важным об этом говорить. И еще и потому, что вот как-то ты появляешься в этом мире, да, вот начинаешь его как-то осваивать. Тебе кажется, что какие-то вещи были всегда, да, что Пушкинский музей был всегда, что Третьяковка была всегда, да, что Эрмитаж был всегда, и только потом ты начинаешь понимать, что за всем, что есть у нас, стоят усилия, сначала воля, сначала желание, потом конкретное усилие очень конкретных людей. И не сделай, Павел Михайлович Третьяков, вообще Третьяковы, то, чего они бы сделали, то не было бы ни величайшего собрания, ни целой, наверное, школы в русском искусстве, и не было бы того, что, вот как я несколько раз сталкивалась с тем, что иностранцы, может быть, далекие от русского искусства, так же, как и потом некоторые потомки Третьякова, открывая какие-то для себя и попадая в русский музей, в Третьяковскую галерею, мы не знали, что русское искусство изобразительное такое самобытное, такого уровня. А ведь впервые об этом сказал Стасов, еще в 80-е годы в конце, побывав в Третьяковской галереи, еще тогда даже не частной, он написал потом в письме или в статье, я сейчас уже не помню, что он, посетив Третьяковскую галерею, понял, что русская школа живописи есть, существует, есть. Вот так что это действительно, это и тогда производило впечатление. И то же самое, я просто это, я говорю это к тому, что те люди, которые, имена которых собраны вот в этой книге лауреатов за 10 лет, те, кто сегодня получит, это такие же важнейшие усилия людей, которые они делают вот просто в качестве служения русскому искусству, и понимая его важность, и вот это и формирует нашу, поэтому Третьяковка такая, поэтому мы так и гордимся тем, тем, что носит. Правильно я говорила? Совершенно верно. Я очень отдаши, я просто пробыкнусь тем, что вы говорили. Я вам хочу сказать, что вот, собственно, те реальные люди, которые дают славу Третьяковской галереи. Ведь Татьяна Поликарповна была назначена на заведующий, вообще отдел зарубежных выставок был создан, он не всегда был. Как вы говорите, как не всегда были музеи, так не всегда были и те отделы, которые сейчас для музея совершенно привычные. Татьяна Поликарповна, лучше вы, наверное, расскажете. Я вспоминаю, например, Гончаровскую выставку, где огромное число работ было из зарубежных собраний, а при этом без этой части представить себе такую монографическую выставку. Эльза, почему я вспомнила Гончарова, наверное, это касается многих других художников. И это все, вот Серову поменьше, но тоже, конечно, это другие мастера, и Гончарову им трудно заработать, потому что Серов-то был здесь, а Гончарову уезжали, и поэтому по всему миру и очень много вещей. А что касается, вот какие-то отделы создавались совершенно по-необходимой, вдруг насущность такая возникла. И в 90-е годы, когда музеи, я уже говорила об этом, были в очень тяжелой ситуации, даже наши, даже центральные, даже особо ценные, так сказать, вот эти крупные музеи Москвы и Петербурга, сказали нам, а вы вообще вплачете, денег нет, а вы сами могли бы заработать. Продать. И вот тогда, ну про продать, продать, об этом даже речи, да, речи не было. И вот стали думать, а как вообще, а как заработать? А тут еще крыша потекла, а денег не дают, а тут потолок обвалился, а тут еще что-то. Это вы говорите, реальная история, да? Да, реальная? Абсолютно. Абсолютно. Из-за этого запрыла, не открылась выставка. Кроме как, да. И потому что стеклянные у вас потолки, поэтому они циклы. Нет, 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 нет. Просто уже требовала ремонта. Ну, Татьяна больше вспоминает о том, как, ведь после войны Третьяковскую галерею, после эвакуации, туда бомба падала, вот в это основное историческое здание. Ни одна бомба. И поэтому ее залатали, естественно, подкрасили, повесили экспозицию, открыли музей. Там в начале выставка, потом была экспозиция в 45-м году. С 44-го она уже открыта, но в 45-м восстановлена экспозиция. Но в 45-й год, вот я пришла, да, в 60-м. Прошло уже сколько лет? Да, не в 60-м, а в 56-м, да. Прошло 15-м. Ну, я была маленькая и не очень пока. А вот в 60-м году я перешла в отдел. И уже, так сказать, была в отделе, научный отдел, в курсе дел всего, что происходило. И вот тут вы и видели текущий потолок. И вот тут я видела. То потолок, то течет потолок, то за богатырями. Вот от родителей, так сказать, это единственная картина, которая висит на том самом месте, на котором повесил ее Третьяков. А все остальные перевешены? Все остальные перевешены. Да, давно перевешены. И что за богатырями до следующего понятия? Нет, потому что однажды в одну непрекрасный день или ночь просто водопадом текло позади. Надо было срочно снимать. Теколь музей, а такой, как Третьяковская галерея, это место каких-то высших смыслов. Вы понимаете, богатыри не сошли с одной стены. Они не сдали своих позиций, несмотря на то, что музей перестраивался. Дождем их не смыло. Ремонт происходил, экспозиция менялась, а богатыри заняли позицию и надежно эту оборону держали. Или опять в какой-то день, там уже чуть позже, сигнал о том, что обвалилась часть штукатурки в зале Репина, благополучно не задев картины, а упала просто на мебель какую-то. Нет, ну надо сказать, это важно. Или в зале Боровиковского. Это было перед реконструкцией, что, между прочим, и позволило добиться Королёву, но начинали и до него, но добиться Королёву, чтобы светлая память ему, вообще это было один из самых энергичных, если бы не вообще самый энергичный директор на моей памяти, в Третьяковской галереи, не только на моей памяти. К сожалению, довольно рано и внезапно ушёл от инсульта. Но, тем не менее, он действительно пришёл совершенно художник. Такой, там всё время интриги, там в союзе художников. Одному больше платят, другому меньше платят. А в Третьяковке ничего не платят, интриги нет. У нас не было три. Мы всегда говорили, у нас нет карьерных. У всех всё не так. Мы, Татьяну, Поликардовну, прервали, я хотела, чтобы вы договорили. Да, 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 ничего страшного. Так вот, и сказали, ну, вы же можете зарабатывать. Ну, как мы можем зарабатывать? Ну, что мы можем? Производства у нас никакого нет. Сами себе сувениры делать мы не можем. Сами издавать мы не можем. И вот тогда-то и возникло у музеев, как-то параллельно у всех, такой интерес к нашему искусству стал в 90-е годы, особенно к русскому авангарду. Они делали нам выставки, и не зарабатывать на них, потому что другого-то выхода нет. И вот тогда, впервые в 90-е годы, мы организовывали выставки, за которые мы получали. Даже в конце 80-х. Мы получали, да, конец 80-х. Первая выставка, 89-й год, Кандинск, вот про который я рассказывала в Шен-Курскале, причем имела такой успех, что директор ночью стоял сам, продавал билеты, потому что очередь была в последние дни работы выставки. Рабочие отказывались. Да, и они просто уже никто не мог, уже ни у кого не было силы. Он вставал, у нас даже есть в архиве эти фотографии, но такой был вешенный успех. И, конечно, после этого все говорят, говорили о том, что да, мы будем брать ваши выставки, мы готовы, мы понимаем ситуацию в стране. Нас очень любили, как вы помните, наверное, в те-то годы. Горбачев был любимец, особенно в Германии. И вот если мир открылся, открылся мир русского искусства, они даже потом стали интересоваться и соцреализмом, сталинским периодом. Ну, вначале, конечно, первые лет 5-8, даже, может быть, и 10, это был авангард, а потом уже, естественно, древнерусское искусство. Вот таким образом потихоньку-потихоньку стало понятно, что должен быть отдел, который должен координировать вот эти все работы в научных, в реставрационных, мастерских и так далее. Таким образом, отдел был создан, до сих пор, слава богу, существует, и я надеюсь, будет существовать, потому что главная задача уже теперь расширилась, уже теперь новые идеи, уже теперь мы не только даем выставки, мы уже стали много братьев, у нас очень много в перспективе выставок, которые будут в ближайшее время. Так что, будем надеяться на наш зритель, и вы будете стоять в очереди, мы очень надеемся, с вашими коллегами. Нет, да, вы нам звоните, мы вас проведем без учеников. Потому что зачем, вдруг в эфире телеканала вы рассказываете про благо, я как музейный работник, тоже имею право без учеников. А вы знаете, сколько очередей сейчас выстраивается, какая длинная, вернее, очередь выстраивается на выставку Серово? Я знаю, я очень благодарна руководству Третьяковской галереи, что продлили работу, и продлили до позднего вечера работу, и кроме того, очень любезно написано на сайте, когда больше людей, и так далее, и так далее, вот у меня моя сестра ходила, что там нельзя. Потому что у нас не статистическая проходимость сейчас, посещаемость выставки, вернее, четыре с половиной тысячи в день. Невероятно. Невероятно. И мне очень понравились вот эти огромные экраны, которые появились на фасаде Третьяковской. Третьяковки, да. Ну вот что-то меняется. Хотя мы здесь до начала программы говорили, что вот мы здесь сидим без руководителя Третьяковской галереи, но ей еще нужно стать заслуженным Третьяковцем, как те, кто сидят здесь вокруг. Я хотела, знаете, что в финале вас спросить. Мы говорим о традициях, мы говорим о роли личности в истории, о том, что сделал Третьяков. Мне хочется представить себе, как все это может быть или должно быть проявлено на, я бы сказала, современном материале. Ведь русское искусство, так сказать, не остановилось в своем развитии ни на 19 веке, ни на Серебряном веке, ни на авангарде. И сейчас есть такой довольно значительный разрыв в восприятии между вот эта классика и авангарду даже уже относится, а это современное искусство, которое... Разное, естественно. Новейшее в течении. Разное, естественно. Вот будет ли... Нужны ли свои Третьяковы современному русскому искусству? И вот насколько благополучно, теперь, если не назад, а вперед глядя, вы видите, будет представлен этот пласт русского искусства потом в музее, в Третьяковке или в любом другом? Вообще-то искусство, как я всегда говорю, зависит от времени. Такое время, таковое искусство, да? У нас какое сейчас? Какое, да? Какое искусство, какое время? Такое время, нет. Какое время, такое искусство. Ну, а потом, может быть, и наоборот. Нет, да, я в какой-то момент. Это сразу уже очень интересная дискуссия. Тем не менее, это, конечно, дискутировать очень много можно. Дело все в том, что сейчас очень изменилось вообще время, люди, ситуация, мир, все изменилось. И нынешнее искусство, оно все-таки в массе своей, если особенно иметь в виду такое вот задорное, боевое, там, молодое, более или менее, да, оно все-таки очень глобализировано. Оно что очень? Глобализировано. Вот это глобализация... Не знаю, что сказать. Это плохо. Вы знаете, это... То есть оно не русское, вы хотите сказать? Нет, я не хочу этого сказать, потому что всегда, все равно можно отличить русского, так сказать, абстракциониста от какого-нибудь американского. Сразу хочется спросить, что в него дает русское? Ну, вы знаете, это трудно сказать. Это почти на таком интуитивный уровень. Но что-то иное, всегда что-то иное, не всегда можешь ответить на вопрос. Какое-то тяготение всегда к нектое большее, большее эмоциональности и меньшему рационализму. Канализу. А как? Канализу, может быть. Канализу. Но больше души. Что вы думаете? Я просто, к сожалению, время кончается. Хотела, чтобы все успели рассказаться. поскольку был на первую часть вашего вопроса насчет меценатства, насчет того, потому что мы, конечно, говорим о Павле Михайловиче вообще, о меценатах того старого времени. Вот, мне кажется, И меценатах, и знатоках, и ценителях. Да, и знатоках, и ценителях. Но ведь самое интересное то, что главное желание было бы у людей. А ведь Павел Михайлович Сердяков не был историком искусства. Что-то он понимал в искусстве, мне кажется. Он понимал на уровне интуиции, на самообразование. Он ездил, он читал, он изучал. Его художники, которые его окружали, его современники, они его тоже учили. Он учился у них. Он учился у них тоже понимать искусство. Так вот, возвращаясь к современным меценатам. И, к сожалению, их сейчас у нас очень-очень мало. И мы, конечно, стараемся. И наш музей. У нас есть большой отдел, который занят поисками и спонсоров. Нам очень помогают банки. Но вот именно личных, индивидуальных меценатов, у нас, к сожалению... Но есть супруг Елена Владимировна, Виктор Михайлович Бехтиев. Так вот, вы меня чуть опередили. Я хотела сказать, что вот такие люди, как Виктор Михайлович и Елена Владимировна Бехтиевы, они, конечно, делают огромное дело. И Виктор Михайлович, мне кажется, начал делать, я вам открою тайну большую, только потому, что Елена Владимировна так его втягивала в этот процесс. В русское искусство. Да, мы очень хорошо помним, как она читала лекции, и он внимательно слушал, и он был участником наших совместных, совместных вот таких вот ликбезов, что ли. Поэтому, конечно, огромное спасибо от лица всех лауреатов, от лица всех старожилов Третьяковской галереи, от лица тех, кто еще будет, вообще от всех сотрудников. Мы их очень любим, очень ценим их работу, прекрасно понимаем, что это трудно и тяжело, и надеемся, очень верим в то, что эта работа будет еще долго, долго. Мы-то в этом уверены, да. Мы, к сожалению, не будем. Нельзя одну секунду, просто, понимаете, я хочу заступиться за мужа. Муж связан с Третьяковской галереей с 82-го года. Он разрабатывал проект, реконструкции, вот тот грандиозный, большой. В 82-м году вы тоже, наверное, были рядом с ним. Вы тоже могли. Я не говорю. Про важность русского искусства. Она была совсем юной. Никто не обижает вашего мужа. Более того, все подчеркивают вашу роль, тоже роль вашего союза в этом вопросе. Мы, к сожалению, вынуждены заканчивать. Я напоминаю, что наш сегодняшний разговор был приурочен к десятилетию премии имени Павла Михайловича Третьякова, благотворительного фонда имени Павла Михайловича Третьякова. Сегодня вечером в Третьяковской галереи вы узнаете имена новых лауреатов. И я благодарю тех, кто сегодня и лауреатов прошлых лет этой премии, в частности, Лидию Ивановну Иовлеву и Татьяну Поликарпну-Губанову и одного из руководителей этого фонда, также сотрудника Третьяковской галереи, Елену Владимировну Бехтиеву, за этот очень эмоциональный разговор. Интересно. Большое спасибо. Всего доброго. Это была программа Наблюдатель. До свидания. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok